Музыка Готовы день и ночь тренироваться, чтобы только попасть на Олимпиаду. Музыка Я обычно начинаю разминку с верхнего плечевого пояса. Музыка Более длительные дистанции это стайр, а спринтер более короткий. Значит вы стайр? Да, я стайр. Музыка Какими качествами должен обладать стайр? Ну, прежде всего выносливость, она бывает и чистая выносливость, и скоростная выносливость. Должна быть целеустремленность, воля к победе, уверенность в своих силах, ну и умение не сдаваться и идти до конца. Есть какая-то формула успеха перед соревнованиями? Как вы настраиваетесь? Ну, перед соревнованиями конечно у каждого свое. Я стараюсь, честно говоря. Я не люблю в день старта сидеть все время, допустим, в гостинице. Я люблю обязательно с утра прогуляться, поспать. Это, наверное, для меня очень важно, потому что я стараюсь себя отвлечь, не сильно не думать так о соревнованиях, но тоже время настраиваться уже ближе к старту. Ну, это моя формула успеха. Что для вас важнее, сон или правильная пища в подготовке к соревнованиям? Вы знаете, и то, и то важно. Потому что, как говорится, мы то, что мы едим, поэтому это очень важно. И отдыхать нужно, и расслабляться нужно, все нужно. Я обычно начинаю разминку с верхнего плечевого пояса. Обязательно размахивать руками, растягивать себя везде, связочки. Обязательно подготавливать себя везде, всюду, наклончики. Разминочка. Обязательно растяжечка должна быть в различных положениях. Обязательно у опоры махи. Все это должно присутствовать, растягиваешь. И, конечно, специальные беговые упражнения. Когда вы начали бегать? Ну, вообще, как бы бегать началось с 10 лет. На стадион попало совершенно случайно. Мы зашли с мамой, просто гуляли в городе. И я увидела своего первого тренера. Сначала, конечно, мама предложила. Мама у нее очень маленькая, у нее рост всего лишь метр сорок три. Поэтому тренер, когда увидела меня, я тоже была очень кружкой такой. И, говорит, сказал, что мы детский сад не принимаем. А мама говорит, что я в третьем классе, ну, третий-четвертый тогда был. И говорит, может, возьмете все-таки девочку, говорит, ну, раз ей уже 10, то приходите со следующего года. Ну, года, с сентября, был май месяц, детей на лето отпускают, как бы. И вот я как пришла с пятого класса, так и осталась в легкой атлетике. Каково быть лучшей? Ой, ну, для этого надо очень много трудиться. Причем ежедневно, многократно. Долгий путь пройти, наверное, к каким-либо успехам, не сдаваться. И верить на то, что верить в свои силы вообще вот по жизни. Не только в спорте, но и вообще. Но вы не раз становились лучшей. И какие самые важные победы в спорте для вас были вот такими знаковыми? Ну, побед, наверное, в моей жизни было очень много. И такие вот прям запоминающиеся, наверное, когда я была бронзовым призером командного чемпионата Европы. Это были такие соревнования, очень для меня значимые. А так, в основном, очень много выигрывала я чемпионаты Украины. Потом вошла уже в состав российской сборной, стала завоевывать призовые места на всероссийских соревнованиях. Поэтому, как бы, вы знаете, таких вот, они все для меня важны. И каждая по-своему победа или участие, или призовое место, оно всегда, ты к этому идешь, очень трудный путь проходишь. Знаете, вот мне запомнилась одна победа, когда мне было всего лишь 12 лет. Это моя такая была первая победа. Я бежала километр, заняла первое место. Я помню, что был общий забег, и мальчики, и девочки. Я выиграла даже некоторых мальчиков. Это мне так, тогда, такой подъем эмоциональный был, да. Помню, что подарили мне большую вазу, я принесла ее домой, подарила маме. Это было, я была очень счастлива в тот момент. В моей жизни их было двое. Первый тренер у меня Селицкая, Светлана Сергеевна, которая вела меня с маленького возраста до более зрелого. А второй тренер у меня в добави к Алексею Ивановичу, заслуженный тренер тоже. И много лет мы с ним уже работаем. И я хочу сказать, что они мои спортивные родители. То есть это как семья моя, поэтому я без них никуда. Они очень много сделали для меня. И тандем, он всегда должен быть между тренером и спортсменом, взаимопонимание, сотрудничество. Иногда, конечно, поругать, иногда похвалить. Все это должно присутствовать. Ваша любимая дистанция? Вообще, любимая дистанция – это стипль-чез. Три километра с препятствиями. Первый раз я попробую в 2000 году на спартакиаде школьников. Заняла тогда четвертое место. Чуть-чуть мне не хватило до призов, но мне тогда очень это понравилось. И с тех пор я бегаю именно ее. Все важно, наверное, как бы. Я много раз выиграла чемпионаты страны и различные международные турниры коммерческие, на которые меня приглашали, тоже занимала там призовые места. Мастера спорта стало в 20 лет. Потом немножко результат остановился на месте. И, наверное, пришло время, я родила дочку. Потом после родов остановилась и стала мастером спорта международного класса. Как бы к этому шла. Я стала им 27 лет. Не сдавалась, видите, упорно шла к своей цели. Знаю, что несмотря на травмы, которые были у вас, вы все равно возвращались и показывали достойные и успешные результаты. Да, у меня такая самая травма была на третьем курсе. Я случайно подвернула ногу очень серьезно. Ходила месяц на костылях. И тем не менее я восстановилась и через полгода выполнила норматив мастера спорта. Это был чемпионат Европы среди молодежи в Польше. Это заняло шестое место. Это был для меня такой тоже эмоциональный подъем. Я поверила в себя, что я могу еще идти дальше. И мне много всего впереди ждет. Сейчас у вас растет наследница. Она как-то причастна к спорту? Да, она у меня занимается легкой атлетикой. Дочки мои... Продолжает ваше дело? Ну, продолжает. Я стараюсь, конечно, ей нравится. Ну, не знаю, дай бог, что-то получится. Я, как бы, знаете, не заставляю. Это должно быть желание ребенка. Поэтому ей нравится. Я ее всячески поддерживаю. Буду направлять, давать советы. Главное, чтобы она сама этого хотела. Она какие-то уже показывает успехи? Ну, да, есть у нас награды. И первые места, и вторые, и третьи. И на чемпионате Крыма, и среди своего, естественно, возраста. Ну, ей, как бы, пока нравится. Дай бог, чтобы было дальше. Самая главная жизненная награда, на ваш взгляд, ваша, это какая? Вы знаете, для меня награда то, что мне судьбой даны прекрасные родители и моя мама, которая помогала мне всю жизнь. И благодаря, наверное, ей я достигла очень много в этой жизни, потому что сложные для меня моменты, она мне очень помогала. Как раз-таки, когда я стала международником, была такая немножко беда с моим ребенком, она лежала в больнице две недели. И если бы не мама, наверное, мне бы этого не получилось просто. Как нужно поддерживать ребенка, чтобы он достиг таких вот спортивных успехов, как вы? Главное тоже не мешать ему, прежде всего поддерживать, стараться помогать, чем можешь. Должен быть тоже какой-то определенный тандем, потому что очень часто родители, не понимая, вмешиваются и мешают даже. Всегда радовалась, что они есть, потому что, когда их нет плохо, даже если ты всегда побеждаешь, ты стоишь на месте. А так ты развиваешься благодаря им, потому что ты хочешь победить, достичь большего, обогнать. Всегда было, даже помню, еще когда был, будучи ребенком, кого-то я обгоняла и думала, все, эта цель достигнута, ищем следующую. Есть какая-то планка определенная, которую спортсмен достигает, и дальше уже нет смысла двигаться? Наверное, выше подняться уже просто сложно, потому что подрастает молодое поколение, очень трудно с ними конкурировать. Наступают на пятки. Наступают на пятки, это все становится сложнее, восстанавливаешься уже сложнее. Но, знаете, я как бы не сдаюсь, иногда в жизни надо делать какие-то перерывы, снова возвращаться, и бывает, все начинает происходить, подниматься, и лучше, и лучше. Достигаешь порой того, что... Мне, допустим, даже легче, когда в меня не верят, я, наверное, тогда достигаю большего. Лир, наверняка были курьезные моменты на соревнованиях. Помните какие-то? Ну, самый такой курьез у меня был очень неожиданный на чемпионате Европы по молодежи. Это было в Германии. Я до конца одного круга, получается, оставалась, один круг до конца, и я упала через препятствие. Ну, конечно, я быстренько мобилизовалась и добежала. Ну, конечно, это меня так поразило, помню. Я ни разу в жизни не падала даже на тренировки, я тут раз так и свалилась. Есть ли в спорте еще какие-то нереализованные вещи, которые вы планируете осуществить? Ну, я вообще хотела бы еще... Даже не знаю, стоит ли это говорить. Исполнится или не исполнится, да? Ну, как бы да, вы знаете, когда ты о чем-то мечтаешь, это, наверное, в какой-то степени должно быть при себе, потому что как только ты начинаешь распространяться, желание немножко, оно как бы размывается. А может быть, наоборот, нужно озвучить для того, чтобы этот посыл в космос был услышан и осуществлен? Вы знаете, по моему личному опыту, как там мотивирует себя или не мотивирует, у меня всегда желание, наверное, надо было отпустить из нее, потому что если я постоянно на нем сконцентрирована, у меня, наоборот, ничего не получалось. Так, наверное, было всегда. Даже когда казалось, что я очень готова, у меня что-то валилось из рук, что-то не получалось. А когда вроде, ну, готов, но относительно все, чувствуешь так, сомнения какие-то, а тут бац, и получается, что ты и в призах, и, как говорят, ты сразу в дамках. У каждого человека появляются в течение жизни мечты, желания, что хотите? Ну, хочу, ну, пределов, знаете, совершенства нет. Как бы хочется еще добиться чего-то в жизни. Как бы ставишь определенные цели, достигаешь, и легкая атлетика для меня всегда в моем сердце, как бы без нее никак. Я всю жизнь, это как бы на всю жизнь, понимаете, ты встаешь, бежишь, и это, ну, как бы до конца моих дней, наверное, потому что по-другому я уже не смогу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!